Их глаза как детекторы лжи, а по характеру они как люди, только гораздо добрее. В этом выпуске Агрокурьера я расскажу про фермера из Большеглушинского района, который прикипел к этому благородному сословию и для которого коневодство – это смысл всей жизни. Я приехал в сельское поселение Южный Большеглушинского района. Вокруг заливные луга с такой сочной травой, которую сам бы съел. Но оставим ее для настоящих обитателей степей. Никогда не думал, что Серега представился, будет везти Серегу. Мой родной тезка – это орловец-полукровка, принц-полукровка. Вот сейчас его главная задача – довести нас до своих сородичей и посмотреть, насколько здесь богатое-богатое царство родословного сословия. Сейчас мы увидим их. Простор степей, бархат лугов, вокруг – недушин. Звенящую тишину пробуждают лишь топот, фырканье, молодое ржанье, взвизганье рассыпающегося тубуна. Это вот маркиза, бомбовозка ее называют. А у нее же ребенок, которому год. Вот видишь? Рост какой идет у нее, понимаешь? Посмотри сзади, Сережка. Смотри. Здоровая, да. На ноги-то она короткая, а веса небольшой. Вот ее дочь тоже такая же. Пошла в маму. Да, да, да. Но они и пойдут, потому что рипсы-то крупные, не мелкие. Вот Абун идет, и они идут, не останавливаются из-за этого. Но есть лидер, за которым идут? Лидеры у них тут практически все. Ну вот это орловцы, что гламутцы. Орловцы, они же беговые. Они бегут, шустрее идут. Тяжники-то они послабее идут, а те шустрее, а эти за ними не поспевают как бы. Вот орловцев, их вообще желательно бы отдельно держать. Знакомство с лошадью у каждого начинается с детских стихов и песен. Со сказки про осивку-бурку, вещью-каурку. У местного фермера Рафаэля Усманова первая собственная лошадь появилась в школе. Родители подарили сыну-жеребенка. С тех пор он с ними неразлучен. Откуда началась у вас эта... Тяга. Тяга, да, это любовь, может быть, к коням. Ну, у меня с шестого класса папа подарил-жеребенку. То есть я его выращивал, потом обещал, ездил на нем. И в течение всей моей жизни, мне сейчас 60 лет, у меня всегда есть кони. Ну, конечно, поменьше было, там 5-6 голов, потом 17, а сейчас уже более стало. То есть началось все с детства. С детства, да, да, с детства. Лошадь это у вас для хозяйства, может быть, да? Ну... А это ведь сейчас переросло в более серьезное. Ну, сейчас, как тебе сказать, ты не раз прокачиваешься, проешься на ней, там. У меня карета есть, карету за трех проехал. Дидишь, покатал внука, понимаешь? Как это приятно. Вообще, когда ты ездишь там, то ли верхом, то ли вот среди лошадей находишься, ты просто улетаешь куда-то, как в другое измерение попадаешь. Понимаешь, вот на автомобиль ты куда-то торопишь. И мы все время говорим, время пролетело быстро. А на лошадь никуда ты быстро не поедешь. Просто будешь душевно отдыхать. Понимаешь? Вот, как бы так. Теперь, если мы будем говорить про весь ваш богатый табун, в основном, кто здесь у вас и почему вы ставку делаете на конкретные породы? Ну, ты знаешь, как-то у меня просто, наверное, или в крови, или что, пускай будет. Не то, что там нету. Я говорю, допускай есть они, допускай будут. Она все равно же интересна. Гнедые, вороные, серые в яблоко. На раздольных пастбищах вереницы идут разномастные мамы с детьми. Маршрут они могут проложить и сами, но без искусного конюха, табунщика, Александра все же не обойтись. За четыре года работы молодой человек научился тонким нюансам этой уже редкой для нашего региона профессии. А вы с ними прямо общаетесь? А? Общаетесь? Ну, иногда разговариваю, конечно. Это они тоже. Мы это просто думаем, что они не понимают, а они нормально. Это тоже адекватно понимают. Даже когда гоню табун, крикну, например, не туда, что-то все равно поворачиваю. Слушаются. Да, Маркет? А? Ты мой жулиц. Некоторые как бы обучают, там, за денег, за все это. Мне это нравится. Например, здесь вот пару кобыл, они меня замучили уже. Ну, реально, они уходят на посевы, те места, которые, и жеребцов они тоже замучили уже. Вот. Я попозже еще сделаю, я их начну оповаживать и все такое, и начну обучать их. Вот. Потому что их надо приструнить. Чтобы они знали руки, и чтобы они не вытворяли такого. Русские и советские тяжеловозы, першированные, породистые орловские рысаки. В табуне Усманова им не с числа. Почти весь год лошади находятся на вольном выпасе. Но безграничная свобода вовсе не говорит, что у животных дикий нрав. Привередливых и строптивых тут нет. Все спокойные. В табуне захожу, когда у меня каждый стоят, я к каждому подойду практически. Спокойных уводишь. Вот некто приезжает, ой, да ты что, пугаются. Спокойно хожу, промежь, не хамишь. Видит, слышит. Вот. Так, как бы так. Ну, и то есть это у вас происходит какое-то эмоциональное взаимопонимание, да? Да, да. Вы чувствуете их как? Вот. Я же объяснял, когда жеребца мне с ипподрома отдали, за то, что не смогли его объездить. Он у меня пошел во второй день. Спокойно. И все. Поговорил с ним. Я за руль. Ну, так вот, как бы, да? Можно объяснить, как вы их здесь содержите? То есть вот здесь вольный простор на пастбище. Летние пастбище. Вот. Зимой я их выгоняю на пастбище. Я специально держу пастбище, не трогаю его. Вывожу я туда зерно, овес. То есть овес раздаю. В карду открываю ворота. Они убежали у меня в степь. Покушали, вечером домой приходят уже, дома корм ждет их. Вот как бы вот так вот. То есть говорят, что в среде не надо кормить там зерно мыльщим. Нет, ребят, кормить надо. Вот. Она скотина умная. Да и зима есть зима. То есть бывает, сеем азиму на зиму выгоняем. Если погода позволяет, то есть погода, а зима подмерзли, все можно пасти. Некоторые говорят, наоборот, хорошо. Спокойной кожи выгоняем только они на зиму. Вот их до февраля месяца они на зиму, а потом домой. Солома, сено, зерно. Как бы так. А вот сейчас здесь это какой-то луг, где рядышком вода есть. Как вы сказали, это остров? Остров, это остров у нас, да. А вот объясните нашу диспозицию. Где здесь вода, почему это остров вокруг? Ну, как бы вокруг этого острова протекает река. То есть название? Королык. Королык. Вот, и все, тут въезд один я сделал, плотину сделал, все, закрыл. Пожалуйста, не будет ходить всю ночь здесь. Контакт с лошадью включает не только физическое взаимодействие, но и эмоциональное понимание. Бывало, вспоминает Рафаэль, животные сами просили о помощи. Это не лагерь у меня, вот, там пруд. Ну, я на пруд заезжаю, что-то смотрю, кобыла ко мне серая бежит там. Представь, миг угодчит и бежит ко мне. Ну, я остановился, естественно, говорит, ты что хочешь, дочь? Ну, я с ним так разговариваю. И она разворачивается, бежит назад. А дождик прошел, я говорю, наверное, что-то случилось. И бегу туда, за ней, за след, овраг, жеребенок в овраге в воде стоит, понимаешь? То есть она дикая у меня лошадь. Я жеребенка оттуда достаю, естественно, залазив вот так в воду, достаю, она стоит, я прям под ноги ей ложу, ничего, она прям спокойная, дикая лошадь, понимаешь? То есть они понимают все это. И помощь всегда просят они. Вот не верят, Саша вам объяснит, да, расскажет. Есть такие моменты, когда они сами обращаются за помощью. Возможно, любовь к этим грациозным животным у меня в генах, говорит Рафаэль. Он башкир по национальности. А лошади башкиры – два неразрывно связанных слова. С незапамятных времен этот народ занимался скотоводством. И кони помогали им не только передвигаться, но и добывать пропитание и влияли на становление быта. Что-то там было про строптивых коней у Пушкина и про птицу-тройку у Гоголя. Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Так оно и есть. Красивая, изящная, грациозная, страстная, иногда непостоянная и переменчивая, но все же самое важное ее качество – это благородство. Идем сейчас смотреть уникальную вашу лошадку, кобылу. Зовут ее? Спирит. Спирит. По-английски – душа. Как в мультике был, да, по-моему? Да, да, да. Вот из этого мультика мы и взяли. Душа прерий. А это душа большеглушицких степей. Вы там, Рафаэль, расскажите про нее, чем она вот такая вам дорога, чем любима? Во-первых, встану на нее сама по себе симпатичная, просветка очень хорошая. У нее кровь орловц, орловская кровь у нее. Ну и, видать, кто видит лошадь, он сразу постарно определяет, что орловец, там русская, да, там. Но масть-то какая-то, не это? Соловая? Ну, саловая, да, саловая масть у нее. Вот у нее и детечки такие бывают. Ну, меня их на ура разбирают. Большой спрос на ее жеребят. То есть, очень хорошо просит из-за рассветки. Вот как бы так. Ну, скажите, вот тканеводство у нас, это хлопотное дело, затратное? Ну, затратное я никогда не считаю затратным. Почему? Потому что я все свое. Вот. Как бы, единственная зарплата. Корма у меня свои, вода своя, все свое. Это же грация, это изящество, да, походка лошади. Наверное, пропускайте через себя. Вот, я бы видел, а то, может, покажу я вам, как они зимой идут. Вот, корова идет, а пусть там вот, идут табуном, стадом. А эти идут в один след, как волки, понимаешь? Вот одна тропа. И все рядом вторую сделать, они шаг в сторону не шагнут. Понимаешь? Тропой идут кое-нибудь. Это зимой, хорошо. Ну, их видеть надо, даже зимой надо видеть. Ну, и лето, и лето, да. Но стропсивых у вас нет? Так их нет. Они сами успокаиваются. А спокойной жизни делать спокойно. Вот. Как бы так. То есть, все вы делаете, да, технология такая, чтобы не было стрессов. Ну, а как и стрессом. Вот они ходят, пасутся. Что-то, конечно, там запугаешь. Другой вопрос. Они с табуром, вот когда вдоль трассы бегут, зимой, допустим, они вытягиваются километра три бегут. Представляешь? Вот это красота. Своих любимцев Рафаэль Усманов практически не продает. Хотя очередь стоит длинная. Иной раз расстанется с жеребцом и потом постоянно следит за его судьбой. Некоторые выходцы с его хозяйства участвуют в забегах на ипподромах и завоевывают призовые места. В основном жеребчик стараемся объездить. И то есть их реализуем. То есть спрос идет на обезженных коней. То есть молодые, там, двухлетки, трехлетки уходят. И потом они где-то выступают? Нет, зачем? Мы вот от простых рабочих, мы их отдаем на пастбище. Берут люди, берут. Некоторые берут в аренду. Лошадь, чтобы там сезон отпасть, допустим, берут в аренду коня. Но все-таки есть некоторые, которые на ипподромах выступали. Ну вот сейчас я готовлю тех двух, трех. Вот сейчас они уйдут потом, чуть попозже, идут они на ипподром. То есть опять надо в хорошие руки кому-то, чтобы... Потому что сейчас нам особо-то... Сейчас и некогда. Сейчас Сашок маленько освободится, второй пост придет. И он будет заниматься им. А как объезжают-то? Да ну как? Да они же, считай, объезженные. Мы же их обоваживаем, ходим, вводим. Потом запрягаешь в качалку или в телегу. Потихонечку, потихонечку пошел. И все. Еще вот многие, да, это же в литературе написано, да? Многие отвечают, вот когда глаза лошадей. Вот когда глаза, они никогда не врут у лошадей. Нет, конечно, ты что. Есть люди, которые глаза прячут с тобой, разговаривают, глаза прячутся. А эти нет. У них добрые глаза. Табун Рафаэля Усманова – гордость всего Большеглушицкого района. Без упряжки не обходится ни один праздник. Будь что Новый год, что Сабантуй. И благородные животные с удовольствием дарят радость жителям. И знают, что работать и жить стоит. Ведь в родном хозяйстве хорошее отношение к лошадям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова